В Министерстве природных ресурсов России рассчитали, что легкая нефть закончится в 2044 году, а плотность тяжелой нефти не позволяет применять традиционные методы излечения. Исследования, призванные решить проблему, начались в Казанском университете еще в 2014 году. Позже разработка Сергея Сиднова по повышению эффективности тепловых методов нефтедобычи с применением катализаторов получила грант президента России. Казанский федеральный университет является лидером в этой области. Посмотреть, если на цитирование, на публикационные работы в Скопусе, там авторы нашего университета, так скажем, в топе, на более высоких позициях, чем остальные. Наша цель – это, так скажем, незначительно снизить вязкость за счет того, что мы будем просто ломать вот эту высокомолекулярную систему этой нефти, и тем самым будем улучшать ее компоненты состав и снижать ее вязкость необратимо, то есть она дальше повышаться уже не будет, и тем самым излечение будет проще. Такой способ добычи высоковязкой нефти позволяет обойтись без дополнительных затрат. Используя то же оборудование, что и для излечения легкой нефти, ученые закачивают скважину реагенты. Плотная смесь из смол, парафинов и других примесей разжижается, позволяя получить черное золото. Наши разработки уже применяются на месторождениях Татнефть, здесь, в Татарстане. В 2018 году была произведена опытно-промышленная партия паталитических систем наших, закачанных в Татнефть, и годом позже была закачана на основе никеля композиция на месторождении Кубы. Это Бока-Дохорука месторождение, разрабатанное компанией АО «Зарубежнефть». Разработка ученых Казанского университета еще совершенствуется, но уже показала хороший результат. Компания «Зарубежнефть» запросила новую партию реагентов. Закачка должна состояться в следующем году. Ариатна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюс. Закачка. 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 Закачка.